Привет, друзья! Сегодня мы едем за новым интересным мотоциклом. Совершенно случайно у нас он выскочил. Я поехал за цилиндром. Мне нужен был цилиндр на планету на четвертую. Поехал к парню собирать его. Пришли к нему в гараж, а у него стоит мотоцикл. Что за мотоцикл я не скажу. Это очень интересный мотоцикл. Очень редкий уже, потому что он очень старый. Я его увидел, он меня засвербило. Я понял, что его надо как-то выцарапывать. Единственное, что у мотоцикла нет документов. Вот это единственный косяк. Но история интересная. Парень нашел его. Говорит, дедовский старый сарай разбирали. Он был обвалившийся, засыпанный травами, крыша провалилась. Они стали разбирать его, надо было чистить. И нашли этот мотоцикл. Конечно, он поржавел. Но это будет супер мотоцикл спортивный. Вообще огонь. Из него можно будет сделать отличную спортивную реплику. Которую еще... И все даже себе могут позволить сделать такие спортивные реплики. А мы позволим. Почему нет? Да, да, да. Да, да, да. Как, повыше подъезжаешь? Да, да, да. Здесь, кстати, красиво, дорога очень ручьяна. Подсвечивается с дома. Субтитры называются, что солдат не верно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Артем. Пошли смотреть. Вот он. Красавчик. Видно, конечно, не алло, но... Что, нравится тебе? Он прикольный. А? Красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже бардачок у него, смотри, был. От велосипеда. От велосипеда. Ага. Ну, в принципе, на велосипед ты похож. Слушай, а ты что у него здесь? Это вот, ты говорил, это, да, регулятор? Это крепление аккумулятора, наверное. Или регулятор. Или регулятор, да? Да. Вообще, по-моему, какая-то коробка должна быть у него, ну, на этих, на их жахту уже стояли, на старых, с рлюхами там, со всякими. Возможно, потому что вот какая-то... Провода, вот, для регулятора, вот сюда входа, да? Да. То есть, короче, проводка у него не работает, да? Да и фиксно. Еще даже тросики были в этой тряпочной оболочке. А это сигналка? А, Т? Нет, это вот такие раньше были переключатели. Чего? Свет. Ну, не знаю, поворотов-то на этих старых. На нем, да, не было поворотов. Тогда еще руками. А, Рот хотел сказать руками? Тогда еще руками показывали лево-право, да. Прикольная тачка. А это включил-выключил лампочки? А ключ? Какой ключ? Или что это? Какой ключ? Нет, что вот это, вот. Замок зажигания, да. Здесь? Зарез спидометр какой. Видела, я уже сняла. В обратную сторону работает, смотри. А, вот то, что в обратную, я не заметила. Я его поснимала и как бы это... А замок зажигания настолько простецкий, что его чем угодно можно провернуть. А-а-а. Отверткой, да? Вот здесь вот предохранитель должен вставляться, как на К-750. А-а-а, точно, под отверточку, да, сделал? Прикольно. Ну, даже почти откручиваю. Ну, почему почти... Ну, что, классно. Классно. А вообще номера так же там где-то на раме должен быть? Нет, ну вообще. Нет, вот, типа, шильдик, но на нем уже ничего не читаем. Он умер совсем. Не, ну что, мотоцикл стоял, можно сказать, наверное, под открытым небом. Вода на него текла, да? Надо... Ой, даже колеса так поджавели немножко, да? Ну... Ржавненький, ржавненький, тут дуга, смотри, у нас гнила вообще насквозь. Да вот сам обод есть, сейчас сказать, вот разваливается. И обод уже, да, насквозь, коррозия вон. Покрышка... Ну, как вот стоял, видимо, вода текла, там, или в земле, может быть, стояла. Накачал? Да какой качал-то, чё? Да он не накачанный, что? Да не, они спущенные колеса. Ты чё, какие они накачанные? У нас виду так, как маленькие качали. Не-не-не-не-не. Шо, не-не-не? Ну, как мне сказал, вот, его хозяин тоже. Катался на нем его прадед. Прадед? Да. Он его еще тогда с магазина покупал. В общем, катался, потом поставил в сарай, и все про него забыли. Потом у сарая обвалилась крыша, никто так и не делал. И вот ему дедушка его подсказал, что есть вот что-то в сарае, он раскопал. Молодец. Обалдеть. Но восстанавливать он не решился, да? А, это типа... Это типа ручка газа, да. Типа это... Ну, самое главное, что... Велосипедная? Нет, они такие... Это ручка... Да ладно, это родные ручки такие. Ручка была здесь на старых мультиках ползунковая. Он уже работает, слушай. Вот как и на 56-м, на 49-м же, такой же тип. Ползунок. То есть, он такой очень длинный газ получается. То есть, его надо... Как показывали, да? Там два оборота, да, надо накрутить его, потом перехватиться. Вот на мотороллерах так было, но... Классно. Ну, подножки еще боковые были у него раньше когда-то, да? Ну, так они одноместные, а так вот частенько вот сюда вот закрепляли сидушку. Слушай, точно, точно. Ты же сам сказал в одном месте. Я что-то не сообразил, да, но по этим крепления-то есть под подножки. А здесь фонарик когда-то был, даже недавно снятый, как будто... Да, там он совсем мертвый был, ржавый полностью развалився. А он круглый такой, да? Слушай, он был мятый. У меня, кстати, по-моему, есть такой фонарик. Да. Может быть. О, слушай, это от Юпитера коленвалы, да? Да. Я, кстати, лично для себя хотел задать вопрос. Вот какой коленвал лучше? Вот такой вот? Или вот такой вот более современный? Ну, смотри, вот этот коленвал, у него пальцы заварены и прошлифованы. То есть... Ну, это я вот с двигателя Юпитера 3-го снял. Здесь палец стоит на 29, как на планете, толстый. С одной стороны, как бы, да, это были крутецкие валы, когда они новые. Ну, кстати, он, по-моему, даже такой... Или он уже мертвый, он уже люфтит. Ну, в принципе, поесть еще можно на них, если что? Ну, тут, видишь, проблема вся в том, что у него очень тонкая щека вот эта. И получается, что когда... Вот сейчас разбери его, собери, он может уже... Их поэтому и заваривали, видимо, потому что оно фигово держалось. То есть, вот эти все пятерочные, там, они слабые. То есть, металл такой, знаешь, получается металл сыроватый у блинов. То есть, они не каленые, ничего. И они один раз собрали, может быть, даже они и шлифовали их собранные. Потому что потом собираешь их, ну, такая вероятность, что он будет работать такая призрачная. Я вообще считаю, что вот юпитеровские валы, это, конечно, самое больное место на Юпитере. Потому что все хорошо, но, слушай, ну, вал вообще... Это они, знаешь, как они похожи, как будто... Нет, они тоже были эти отливки сделанные. Я вот парень мне показывал фотографии, я сам таких не видел первый раз. Вот у меня есть тоже с таким пальцем заваренным, но они цельные, обычные. Ну, вот эти вот каленвалы я снял вот с двигателя, который у меня вот тут вот лежал. Пришлось его разбомбить. А куда ты его делал? Ну, пришлось по запчастям разбомбить. Ну, кое-что заказали. Ну, ты продал его, что ли? Да. Вот остались вот каленвалы. Ну, отлично. Коробку с него забрали. Ты к рекламе-то готов, нет? Готов. Ну, единственное, что пока у меня выбор небольшой. И он тоже продает запчасти булочные на советские мотоциклы. Так что, если что, там в описании я сделаю ссылку на группу ВКонтакте и обращайтесь. Тут немного, покажи, что у тебя есть. Расскажи так вкратце то, что у тебя сейчас есть. Ну, вкратце у меня вот больше по ежам Юпитера-планеты. Ага. То есть есть немного внутренности. Вот есть также вот баки, вот старый, нового образца. А чем они отличаются? А вот этот более квадратный, это более округлый уже. Вот это, наверное, я смотрю, у них начало другое, да? Это переходная, наверное, пятерка какая-то была, да? Это вот была четвёртая модель и переходной Юпитер-пятый. Ага. То есть когда вот ещё он шёл с полными такими бардачками до самых низов, вот такой вот бак на них ставился. А это уже вот пятая серия. Которые уже крайне последние были. Вот так по мелочи. Вот ступицы, детали двигателей. Вот даже вот есть корзина от Планеты Спорт. Вот научилась добыть. Выбор небольшой, но есть к чему стремиться. Темновато, да, но сильно там не лезть в тень. Ну... Не. Может быть ещё принесут что-нибудь. Конечно. На разборку. Обязательно. Могу, кстати, ещё экскурсию на нашу разборку провести. Вот это что за рома? Откуда это такая? Тоже с металлоломом? Да. Нифига себе. Слушай, это супер какой-то кастом чоппер, блин. Обалдеть. Ну, слушай, кто-то да. Я помню, знаешь, в моей истории такой случай был. Ну, как бы в косме там тоже пацаны меня знали. Когда я чопперы строил. Эйки, Дэн, заходи, говорит, мы тебе там покажем. Мы там чоппер варим с таким колесом. Я говорю, ну давай. Захожу, у них на ящике стоит. Вот тоже они вот так вот выварили. Я захожу, смотрю. А на кривая? Там такие швы, знаешь, сваркой насрали. Я говорю, слушайте, что-то говорю. Вы так наварили, говорю, мне же страшно смотреть. Я говорю, оно на дороге развалится. А они такие, да-да, он говорит, у нас с ящика упал, говорит, и лопнул. Я говорю, блин, ну пацаны, вы доедете. Ладно, пойдем. Так нельзя, блин, вообще. Слушай, я хотел спросить у тебя в каком-то клубе. И увидел, что написано. Ноу-клуб. Ноу-клуб, да. Вал, сначала была идея снутрительной, а потом я что-то отказался. Слишком много ответственности. Так, спальный корпус. Смотри. Эй, красавец. Как? Мартин. Мартин. Ой, ты бозечки, какая прелесть. Эй, мать. Мама моя увлекается тем, что она машинки зингер собирает. А, с швины? Я, кстати, кукуру отду швины, машинку на металлоприемку. Я что-то как-то не удивляю. Но она не зингер, она какая-то другая. Немецкая, но другая. Зингер, мама, как бы она называлась. Да, не понял, не так? Ну, слушай, от мопеда цилиндров является. Ну, цилиндр мертвый, поэтому я должна него внимания не обратиться. Да, я, кстати, сам все время, у нас в косметре три металлоприемки. И я периодически туда, тут, 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 там, о, мотор от муравья. Че, крайний раз я купил, короче, какой-то генератор был. Такой, знаешь, тоже старый. Ну, такой заводится ногой, цилиндр такой старый какой-то. Сколько денег? 500 рублей. Тяжелый сейчас у нас обгружается, поэтому копится жестянка пока. Наверное, это самое. Компанину, наверное, всякую притаскивают, да? Ой, да че только не притаскивают. Да, потому что они алюминиевые. То есть у нас вот так идет распределение тяжелым металлом. Слушай, а че-то там у царя ураловская вилка валяется? Да, там ураловская вилка, я еще до нее не добрался. Никак не доходит руки ее забрать, разобрать. А раму что-то порезал, или ее такую принесли? Нет, такую привезли. Крыло там нормально, смотри, переднее. Это ж тоже все можно, это самое. Да-да, у меня просто руки не доходят ее забрать. А так я уже застолбил, все, мое, не трогать. Нет, такие вещи однозначно надо откладывать. Потому что сейчас уже, знаешь, как-то, блин, мне сейчас пришлось крыло, мне парень вообще с России присылает. Он амортизаторы ураловские валяются. Ты видел, да? Да, но они уже мертвые. Даже не хочется не срадоваться. Ну, такие вот, вон, вон. Ну, ты знаешь, кстати, я бы на тоем месте отложил бы. Потому что там внутренности меняются. Сам корпус, как бы он, ну, пружина. Это все разбирается, штака точится. Ну, это исток чисто для себя брать. А так вот народ не хочет такое покупать, возиться. Хочется все готовенькое, конечно же. Конечно, да, сейчас есть уже эти... Всякие импортные продаются, амортизаторы для уралов. Но, все равно, знаешь, кто-то хочет, вот хочу оригинал еще. Вот текатель был, смотри. Да. Нормальный, с одноохозной. Да, и вон, выпрями его нормально, в принципе. Еще и со стеклом даже был. Да. Блин, эксклюзивные вещи. Ну, кстати, смотри. Мерли. Знаешь, что это такое? У тебя валяется. Да, знаю, конечно. А что ты, ты думаешь, он мертвый уже? Скорее всего, да. Да? Потому что вот то, что вот здесь есть в куче, уже лежит много лет. Раньше это вообще вот была вот гора с два роста. Это вот. За несколько лет уже вот перебираем, все равно проверим. Вот алюминий открутим. Я сейчас не проверю. Ну, если интересно, забирай. У меня на Урале такой стоит. Его можно просто, ну, или на машине, на Жиге подсоединить. Потому что это бошевский коммутатор. У нас, правда, он умер. Сколько лет вот он работал. Да. И что-то он начал тарахлить. Пришлось снять с Урала, поставить на Жигуле. А вот этот у меня стоял, я не знаю, лет, блин, 8 лет я только на Жигулях езжу. Еще года два или три-четыре он у меня гулял на Урале на моем стоял. Бошевский. И он нормально работает. Скупися у нас закончилась по металлоприемке. Да. Пошли мотоцикл загружать. Ау-а-а-а. Ой, слушай, это же эти, близкие Арики, да? Да. Круто, смотри, сколько много. Мы сами сажали. Классно. Эй, Марти, Марти. Да ладно, да. Ну вот, вот таким вот росточком сажали. Вот до такого состояния. Эй, ты кто такой? А, сволочь, кусается? Показал, потому что у меня возле дома мама посадила. Я не уверен, что зашли. Они очень долго растут. Ну, после этого мы сажали, я, вы говорите, был вздал. Ну, нет, мне лет 14 было. Блин, нужно знать, не знаю. Я не уверен. Так, ну что, давай посмотрим. Мы тут еще не знаю, как его загружать. Да он поместится. Чего? О, крутяк. Крутяк, нам надо, как ты знаешь, попробовать его по диагональке засунуть. Давай вот так. О, вообще, как родной. Слушай, помещается. Да, не придется нам. Тут единственное, что... О, надо что-то как-то сюда... А что-то мы колеса не взяли. Вот что-то мы с колесами с тобой не догадались. Я думаю, он, наверное, никуда не упадет. Нет, упадет. Надо тогда прикладывай максимум. А снизу лапка ничего не даст. Снизу подножка ничего не даст. Он же найдет. Вон такая, центральная. Центральная. Вижу только. Да ну, она будет мало болтать его. Все, мы погнали. Все, спасибо. Еще раз. Да. Теперь уже все, мы посмотрели, что хотели. Все забрали. И мы помчали. Да. Дальше. Спасибо большое. Да нет, все. Давай, все. Спасибо, пока. Чао, давай. Все, мотоциклик мы забрали. Теперь едем на базу. А дальше уже посмотрим дома. Сейчас уже вечер, уже смеркаться начинает, можно сказать. Потом посмотрим, покажу. Уже солнечный хороший свет затенет. Разберем, посмотрим, что за тема. Что у него там ржавая, что не ржавая. Но скажу, что мотор в очень хорошем состоянии. Мы когда первый раз приезжали, Артем снял с него цилиндр. Цилиндр вообще идеальный. Без выработки, поршенечек, все родное. И что-то пробег там около 5000 километров, по-моему, на моторе. Так что, возможно, даже дедушка немножко покатался. Может, ему не понравилось, и он его поставил. Поэтому состояние мотора вообще отличное. Снаружи он окислившийся, а крышечки внутри, все прям вообще как новое, красивое. Я думаю, что, наверное, никто даже туда и не лазил. Никогда. Так что, будет огонь, 100%. Все. Всем пока. До новых встреч. Братюня, потерпи, мы сейчас тебя спасем. Поправим. Не взяли даже стяжек с собой никаких, чтобы закрепить мотоцикл. Так бежали, так бежали и собирались. Бегом вообще, ну, все быстро, он идет. После работы бегом, сейчас еще поедем дальше на брове. Сейчас выгрузим и дальше в путешествие. Друга зовет. На подвиге. Вау! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...